С чемоданным настроением к нам в студию пришли Инна и Евгений Пенигин, и они, наверное, недавно, я так понимаю, были в Объединенных Арабских Эмиратах. Так? Да, так. Всех привет. Здрасте. Мы были, получается, в январе в Арабских Эмиратах. Сколько? Долго? Нет, не долго, всего лишь 10 дней. Это первая поездка туда? Туда, да. Ну и что, что впечатлило больше всего? Давайте начнем по эмоциям, а потом уже перейдем к гиду, топ ваших мест, которые вы советуете посетить. На самом деле, когда мы выбирали Арабские Эмираты для поездки, у нас не было каких-то больших ожиданий. Ну, пляж там, да? Ну да, пляж, небоскребы в Дубае, ну как бы и все. Но оказалось, все гораздо круче. Мы приехали очень впечатленные. И получается, что особенность Арабских Эмиратов то, что они выросли буквально за последние 50 лет. То есть в 1970-м буквально у них не было ничего, была пустыня и там пара бараков. А сейчас у них 50-этажные небоскребы, очень классная инфраструктура, куча людей, очень много интернационалов. Ну, то есть у них основное население, это не только арабы, да, но и очень много приезжих, включая там... И это не туристы, а люди, которые там прям живут. Да, которые прям там живут. И это действительно не только, допустим, азиаты, которые там индусы, китайцы, которых везде много, вот. Но и обычные европейцы, которым там нравится и комфортно себя чувствуют. Ну, тем не менее, там же другая религия, другая вера. Вот так. Общались с местными жителями. Это чувствуется, скажите, да? Ну, вообще, да. Хочу добавить по поводу того, что там страна-то арабская, вот, но 90% населения все-таки не арабы. И когда ты приезжаешь, ты хочешь увидеть местное население, но его не так просто найти. Потому что в сфере обслуживания, туризма, где там филиппинцы, пакистанцы и так далее. Вот. И арабы, которых мы встречали, они, на самом деле, один, это нас возил на экскурсию. Вот мы с ним познакомились, ну, прям пообщались. Это было интересно. А так их можно в магазинах встретить. Вот. И, наверное, больше нигде. Но за рулем красивых машин. Внешне очень отличаются у них какие-то национальные одежды какая-то или нет? Да, чаще всего они носят национальную одежду. То есть мужчины в белых рубашках в пол, вот, потом голова покрыта белыми или клетчатыми красными платками с кисточками. У женщины одеты в черные хиджабы, так что видно одни глаза, вот. Ну и, я так понимаю, с туристами мне не особо интересно, да, общаться? Да, вы как-то с ними не пересекаетесь в основном, потому что вот вы идете в магазин, ну, там, как бы, пакистанец. Вот. И приходите в отель, а там либо русские, либо филиппинцы. Ну, хорошо. Вот не так просто найти. Теперь, как люди опытные, расскажите свое мнение по поводу обязательных к посещению мест. Что бы вы советовали не пропустить ни за что и никогда? Так, ну, куда очень важно съездить, это, понятное дело, в Дубаях, посмотреть на шоу фонтанов и сфотографироваться, как минимум, рядом с Бурш-Халифой, с самым высоким зданием. Потом еще в Дубаях очень интересное место, это Miracle Garden, это сад цветов. Вот, представляете, пустыня, и они организовали парк, полностью засаженный цветами. У них целый самолет, сделанный из цветов. Ну, то есть, как бы, включая воображение и думая, как это можно сделать, приходишь просто в восторг. Еще очень классное место, Dubai Frame, она открылась только в этом году, в январе. Она находится между старым Дубаем и новым. И ты, когда поднимаешься внутрь, она из себя представляет реально арку. Вот, у нее нет ничего внутри. И, как бы, ты смотришь, как бы, из старого Дубая в новый. И внутри она сделана тоже очень классно. Ты сначала поднимаешься на лифт на 50 этаж, под тобой 50 этажей пустоты. И ты идешь по стеклянному полу наверху, под тобой реально вот 50 этажей. Это как эйферва башня, не знаю. Вот. Все внутри оформлено, как переход такой, трансформация в будущее. А когда ты вниз спускаешься, ты попадаешь в презентацию, как оно будет в ближайшем будущем, что будут летающие машины там, какая будет медицина. Ну, то есть это действительно впечатляет. Ну, и вот про рамку еще добавить, Стине понравилось, как все внутри там. И вот именно смысл, то, что из прошлого и будущее. Но вот меня впечатлило, что стоит рамка. Вот представьте фотографию, что я рамка. И вот она размером там 200 метров высотой. То есть это здание, оно в виде рамки сделано, и оно стоит в небе. Ну, то есть это даже сложно себе вообразить, что вот взяли, построили рамку. Ну, да, я немножко. И вообще Дубай, это такая страна, что как бы, ну, снаружи посмотришь, вот вроде кажется море, пляж, пустыня. Ну, и, конечно, небоскребы высокие, но если на самом деле покопаться, почитать статьи там, как бы, вообще про интересные места, то на самом деле очень много всего интересного найдется. И не только какие-то современные там здания, вот эти вот необычные постройки, но и какие-то культурные достопримечательности есть. Вы готовились, да, к путешествию и подбирали какой-то свой маршрут, места, которые вы хотите посетить? Да, да. Ну, вот Инна любит готовиться к путешествию. Она там где-нибудь за месяц там начинает пролистывать каких-то блогеров. Вот язык учить там. Не, не настолько подробно. Нет, просто всех блогеров посмотреть, кто туда ездил. Там в Инстаграме какие-то интересные заметки почитать на тему. Удалось посетить все, что вот вы себе наметили или что-то не успели? В основном мы все посетили, но в процессе мы открыли для себя еще новые места, так что можно еще раз съездить. Вот вы говорили, что это не только небоскребы и пляж, что это, если покопаться, это еще много интересных мест. После рекламы давайте вернемся и вы расскажете, что это за места. У нас в студии с чемоданным настроением Инна и Евгений Пенигин, и мы прямо сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах с их помощью почувствовали себя там. Продолжаем про интересные места, которые, казалось бы, там неоткуда взяться, но они там все-таки есть. Так это, куда еще рекомендуем сходить? Это очень интересная часть Дубая, старый Дубай. Там очень много рынков, но в том числе классное развлечение, при этом очень дешевое. переплыть канал на старенькой лодочке Абре. Абре это такое название, ну, собственно, старая лодочка так называется. Ей до сих пор пользуются обычные местные люди. Стоит она всего один дирхам, чтобы перебраться с одного берега на другой, и при этом это очень-очень классно. То есть, как бы, это такая дубайская Венеция называют ее. Еще по местам, если уже в рамках не Дубая, то... Нет, давай еще про Дубай добавим. А то, что еще вот можно найти там старые лодочки вот такие, аутентичные, а еще вот есть места там, допустим, это рынки животных. Вот, и мы как-то бродили по шарже, не помню, мы искали, где снять машину, вот, то есть район такой не небоскреб, ну, уж такой, средние люди там живут. Вот, и случайно набрели на какой-то закрытой территории такой, зашли за ворот, а там смотрим, стоят животные в клетках, вот. Какие вы смелые? Набрели на какую-то территорию, зашли, куда? Нет, нет, ну мы зашли, нет, там как бы, там все местные, вот там как раз были все местные, вот, и они просто торговали животными, вот, там... Дикие? В основном там козы, мы вообще искали верблюда, вот, скажем так, сейчас. Вот, мы искали верблюда, хотели спросить, сколько он стоит, но нашли... Домой хотели увезти, что ли? Домой хотели, ну да, это самый знаменитый, да. Там были козы, кто там был еще... Это были козы с очень дрянными ушами, вот такие вот прям, как до плеч, и они вот так мотали головой, вот как в рекламе. Размачивали уши. Козы, коровы. Это скрещенные, спасибо хаундами, да, я не знаю. На самом деле, мы зашли на рынок, вот, и как бы мы смотрели на животных, а все смотрели на нас, потому что туристы туда не заходят просто так. Это заливые люди такие. Как вы живы остались, таким любым пустом-то вообще. Ну, все нормально к нам отнеслись. Так, и какое-то место вне Дубаев. Помимо вот этих вот дворов, да, куда еще можно сходить? На самом деле, еще фишка Эмиратов, то, что там перемещаться, допустим, на машине, на личном транспорте дешевле, чем на автобусе или на такси. И вот мы взяли машину, съездили в пустыню и в горный массив, то есть в Эмиратах есть горы. Мы ездили в хату, это почти на границе с Аманом, там есть озеро, среди гор, пустыни. Мы не купались, но там каяки есть, можно покаячить. У нас как бы уже просто вечер был неудобный. Еще куда было интересно съездить, это интересно съездить в Абу-Даби. Там, получается, это столица Эмиратов, там есть Лувр Абу-Даби и знаменитая Белая мечеть, и еще там есть отель, где можно испробовать кофе с золотом. Прям с золотом? с золотой стружкой. Настоящей. Вот, это все, кто смотрел Орел и Решка, наверное, знает там, и думаю, ездили. Вот, то есть там подают тебе крючку кофе, обычного капучино, и сверху посыпают тонкий-тонкий слой стружки, там сколько-то именно, карат или темное измеряется. Вот, все это дело стоит примерно 1000 рублей, можно одну крючком, двоих заказать и попить в какой-то золотом. мне, наверное, пильтон есть. Вот, вообще это все находится в самом дорогом, там, роскошном отеле, вот в Абу-Даби как раз, и, то есть ты приезжаешь там на парковку, вот мы арендовали Toyota Yaris, заезжаем на парковку подземную, там рядом Bentley стоит, и мы такие, ну, ладно. Ой, опять куда-то забрели. Нет, надо запарковаться рядом с Bentley, и сфотаться. Вот, и мы такие запарковались, выходим из машины, смотрим, какой-то мужик сидит напротив машины и смотрит на нас. Мы такие, ну, как-то вот некомфортно. Ой, русский, надо сфотаться. Да, но мы такие, ладно, все равно сфотаемся, начинаем сфотаться, сфотаемся, такие, ну, смущаемся немного. Выходит этот парень из машины и говорит, сфотайте меня, пожалуйста, тоже. Он тоже, наверное, взял ее на врага, да? Он тоже ждал, может, искал кого-нибудь, кто может его сфотографировать. Класс. Кстати, кроме кофе, какие-то еще местные вкусности порекомендуете? Испробовать. Да, вот еще можно там много всего из верблюжьего молока есть. Это вкусно? Вообще, даже из верблюда есть. Вот, из верблюжьего молока мы едем мороженое. Ну, мороженое вкусное было, но вот я, честно, уже подзабыл вкус. Оно отличается. Вкус отличается? Похоже на, вот если бы из козьего молока что-то делали, вот что-то такое похоже. Вот, еще там можно получается просто молока попить верблюжьего. И еще там есть верблюжьи бургеры с мясом верблюда, да. Оно сильно отличается? На что похоже? Оно отличается, но хоть суховатое было. Похоже на конину. Да, наверное. Ну, они прежде всего остались в восторге. Так, забыли про еду. Так. Сейчас пост, тем более. Какие-то лайфхаки. Лайфхаки, да. Что вы рекомендуете тем, кто собирается туда поехать? А, ну давай. Ну, наверное, основной лайфхак это если вы останавливаетесь в дорогом отеле и собираетесь куда-то поехать на экскурсию, то надо брать экскурсию не в своем дорогом отеле, а найти рядом дешевый и взять там. Так можно, да? Да, так можно. Ну, то есть, обычно экскурсии продают русские, которые, ну, там, живут и работают, собственно. И вот мы так, допустим, съездили в пустыню на экскурсию, поездка на ленд-ровере по пустыне, там, очень классно. Мы, получается, вышли из нашего отеля, буквально перешли улицу, взяли в другом отеле экскурсию, сэкономили 15 долларов на одного. Ну, нормально. Нормально, да. Вот, ну, вообще, еще рекомендуем всем, у кого есть права, убрать там машину и кататься, потому что там, во-первых, замечательные дороги, прекрасные. Можно почувствовать кайф от вождения. Действительно ли полиция там на ленд-робрере? Да, по поводу машин вообще, то есть, кажется, что вот машины должны быть все крутые, вокруг, ну, ты уезжаешь, там, какие-то обычные Тойоты в основном ездят, то есть, ну, средние машины, но, конечно, там и Порше проскакивают, вот, в амбаржини, по-моему, не встретили, и Бентли, но не так, что все ездят на крутых машинах. Правда, что очень высокие штрафы за нарушения? Мы молодцы, мы не получали. Мы не испытываем, мы знаем, что очень высокий штраф, там, тысячи долларов и так далее, вот, и когда садишься за машину, то тебе очень страшно вообще что-нибудь сделать. И мы вот выехали из отеля, и там сразу загорелся светофор, ну, они там немножко побыстрее работают, чем у нас, и ты такой думаешь, что делать, затормозил, остановился на стоп-линии, уже заехал, все, и там камера висит на тебя, смотрит, думаешь, ну, все, прошло пять минут, пока тысяча долларов. Но нам ничего не прилетело, то есть, там, в основном, все-таки за скорость штрафуют за парковки, вот. Класс, в общем, вы получили удовольствие. Нам тоже очень понравилось, прям погрузились, мне кажется, в Эмираты, спасибо вам за эту атмосферу, и, как всех наших гостей, мы просим вас рассказать забавную историю напоследок, может быть, она тоже будет связана с какими-то путешествиями. Да, вот у нас вспоминается одна история, она, почему-то вот из Эмиратов у нас не так много историй вспоминается, ну, таких вот где. Там было не смешно, там было опасно. Нет, там было интересно, а вот мы ездили в Индонезию, и там много всяких чудных историй было, где мы где-нибудь потерялись, заблудились и так далее. И одна из историй, это мы ходили на вулкан, там есть потухшие вулканы, вот, бромовулкан называется, и чтобы к нему попасть, сначала ты вообще идешь, встречать рассвет и смотришь на вулкан, потом же идешь на сам вулкан. Вот, и чтобы встретить рассвет, можно доехать туда на машинах, вот, ну, там где-то тысяча две рублей будет стоить, а можно пройти пешком туда. Вот, ну, и мы такие решили, пойдем пешком. Вот, а пешком идти тоже платно, но можно обойти, как бы, всякие контрольные пункты и добраться бесплатно. Вот, и мы решили добраться бесплатно, пошли пешком, но ушли не туда. И такие вышли на дорогу с машинами и пошли по дороге с машинами. В итоге мы шли, мы вышли в 4 утра, мы шли 3 часа, прошли километров 15 по такому песку вулканическому, вот, потом шли в гору, вот, со мной была Инна, еще девочка с нами немка была, мы с собой тоже взяли, и в итоге, вот, они... Она, наверное, шла думала, черт воровский. Вот, и они через какое-то время девчонки начали уже сдавать салат. то есть, как бы, ладно, по пустыне еще нормально, у тебя в гору идти, 5 километров тяжело, и все, то есть, мы уже не можем идти, рассвет уже наступает, а вида нет. Вот, и мы в какой-то момент остановились, поняли, что не дойдем до вершины. Ну, и просто начали встречать рассвет там, где попало. Вот, и в этом же месте мы встретили бабушек индонезийских, была группа из где-то 15-20 индонезийских бабушек на джипах. Это было очень неожиданно, с ним лет по 60-70, вот. Больше. Или даже больше, и мы, как бы, начали спрашивать, как там, где вершина вообще, сколько еще идти, и сказали, ой, мы туда не поедем, туда очень далеко, и вообще, ребята, мы не по таку шли. Вот, и мы с ними познакомились, вот, рассказали, откуда мы, кто такие, и они... Они вас довезли? Да, и они сказали, что, ой, давайте мы вам, ну, поможем, мы сами попросились, вот, и они нас решили подбросили до вулкана, как раз, вот, и мы там все распределились по джипам, то есть, там у каждой бабушки было свободное место в джипе, вот, мы сели втроем, три разных джипа, и... Бабушки, они на международном уровне заботливые, им не важно. и они нас прокатили, у нас там есть фотографии общие, где там, вот, 15 бабушек, мы, и потом мы спрашиваем, вообще, что вы тут делаете, вот, они тоже путешествуют, вот, решили встретиться. А, это гастроли, это бурановские бабушки оказались, да? Друзья, вы очень отчаянные, очень любопытные, будьте осторожнее, пожалуйста, мы за вас переживаем, ну, и приходите к нам еще рассказывать про другие путешествия.